а что касается кино то здесь опять же меня волнует вопрос первоисточника вот что является первым импульсом зерном из которого потом вырастает кино я так понимаю что это либо сценарий либо некая проблема я так думаю абстрактная ну допустим проблемы супружеских отношений допустим волнует режиссера волнует какая-то значит конкретная история с этим произошедшие и он как-то видит что эта история оригинально что она какая-то особенная исключительные и вот он решает эту историю завпечатлеть но тут тоже вопрос сам ли режиссер пир как он если он хочет завпечатлеть эту историю каким образом он может заказывать сценарий другому человеку этого я не понимаю то есть здесь кстати у меня браткин киновед я бы все-таки этот вопрос уточнил но у меня конечно возникает мысль снять свой фильм и опять же тот же самый вопрос отношений хотел были снимать на этот на эту тему я думаю я бы конечно хотел бы снимать но только это невозможно я не очень понимаю кто будет актерами и вообще тут нужен гигантский бюджет и я не уверен что это будет очень сильно нужно публике то как ту историю которую я знаю те истории какие я знаю я не думаю что они будут интересны потому что они в общем полностью замкнуты на опять же на личности человека и они являются исключительно решением и вопросом того кто в этой истории участвует то бишь меня и так далее даже как и во всех случаях понимаешь частная жизнь я такой делаю вывод что вводе мы все друг с другом рядом находимся можем посоветоваться есть книги есть интернет есть близкие друзья но однако же решающий выбор все равно за самим человеком и и он должен его сделать в полном одиночестве и должно сделать основывать на самом себе к сожалению я это сделал этот вывод пока недавно лежал рядом с мамой я уже говорю я так вечерком по удалевожусь и чего-нибудь рассказываю там какие-нибудь свои сокровенные переживания на так сказать и на сказательном языке чтобы напрямую конечно же не раскрывать всех тайн и в этот момент я понял что вот самый близкими человек человек который боль при любом исходе и как говорится чтобы я не сделал всегда будет на моей стороне все равно он не может помочь все равно решение остается за мной еще она я за один на один с этим решением понимаешь вот это я открыл это конечно пожалуй именно тот случай когда моему беспредельному эгоизму следует признать вот эти вот эти точки отсчета признать то что что-то объективно за моими пределами объективно за моими пределами то что все решается исключительно в решающим образом в моих собственных пределах